МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безвизовый режим, по нему здесь можно находиться 30 дней. Если задержаться дольше, то человек становится нелегальным мигрантом. Такой путь прошли тысячи казахстанцев. Сейчас в стране утренней свежести около 8 тысяч нелегалов из Казахстана. Почему не выбрали именно Корею? Потому что заработать здесь можно без знания корейского языка. К тому же на многих заводах трудятся гастарбайтеры из других стран, в том числе из России и Узбекистана. Но главная причина в том, что если заработанные здесь деньги перевезти в тенге, получается приличная сумма. Всего в Южной Корее 320 тысяч нелегалов. Из них казахстанцев лишь 3%. Больше всего представителей других азиатских стран. Таких как Таиланд 138 тысяч человек, китайцев 71 тысяча и 42 тысячи вьетнамцев. Это логично. Процесс миграции из развивающихся стран в развитые наблюдается во всем мире. В Южной Корее казахстанцы проживают в основном в небольших городах или селах. Как правило, здесь не хватает рабочей силы. В одном небольшом селе могут находиться сотни разных компаний. Требуются работники на завод, стройку или в поле. Причем для работодателя важна не виза мигранта, а его умение трудиться. Семья казахстанки Бахаткуль решила заработать за рубежом. Она уже больше трех лет в Корее, а ее дочь трудится в Турции. Бахаткуль работает в кафе и мечтает открыть в Казахстане ресторан корейской кухни. Труд иностранцев в корейских деревнях очень востребован. Местные жители избегают работы 3D. Dirty difficult dangerous, то есть грязный, сложный и опасный. К тому же иностранным рабочим, особенно если у них нет визы, платят меньше, чем корейцам. Иностранцы играют большую роль. Для полевых работ нужно много рук. Но сейчас многим фермерам нелегко, потому что нет иностранцев. В таких маленьких ресторанах, как этот, из-за того, что сами корейцы не хотят делать трудную работу, если честно, много платить я не могу. Но ненамного отличается от платы корейцам. Такие иностранцы приезжают, и благодаря этому мы можем зарабатывать. А без них ситуация была бы сложной. Одна из самых привлекательных для трудовых мигрантов страна, где, собственно, и появилось слово «гастарбайтер» – Германия. Туда в 60-х годах прошлого века уезжали на работу южнокорейцы. Парни трудились на угольных шахтах, девушки с санитарками и медсестрами в больницах. В 60-х годах в Германии не хватало медсестер. Велись наборы желающих поработать. Так я попала в Германию. В Корее я закончила обучение и сразу поехала. Мой муж, тогда еще студент, был пациентом. Сейчас у нас сын и дочь. В 2005 году госпожа Ю вернулась на родину из Германии вместе с 20-ю другими соотечественниками. В провинции Южная Кюнсан они при содействии местных властей создали немецкую деревню. Архитектура, быт и даже меню. Здесь все как ФРГ. Раз в год жители возвращаются в Германию для получения или продления визы. Из-за коронавируса приходится соблюдать 14-дневный карантин. Деревня раньше пользовалась популярностью. Почти 5 тысяч человек посещали ее в выходные. Из-за высокой посещаемости это место действительно можно назвать достопримечательностью номер один в этом регионе. О тяжелой жизни на Чужбине можно узнать в музее немецкой деревни. Его посетителям показывают фильм, посвященный корейским трудовым мигрантам. В те годы Корея жила беднее Филиппин. Корейцы, которые выехали на заработки в Германию, спасли нас. Казахстанцы, работающие в южнокорейских компаниях, тоже вносят большой вклад в экономику родной страны. По объему денежных переводов в Казахстан Корея несколько лет занимает второе место. В 2019 году отсюда отправили больше 65 миллиардов 700 миллионов тенге. Из-за коронавируса в 2020 году объем переводов уменьшился и составил больше 51,5 миллиардов тенге. Но южнокорейцы работали в Германии на законных основаниях. Для того, чтобы казахстанцы могли официально трудиться в Республике Корея, необходимо соглашение между правительствами двух стран. И попытки подписания такого документа предпринимались неоднократно. В конце 90-х, в начале 2000-х годов была другая программа, которая называлась «Индустриальные стажировки», если я не ошибаюсь. В той программе Казахстан участвовал. Направлялись сюда люди для прохождения так называемых «индустриальных стажировок». Ну, то есть, фактически, это на работу, на официальной основе. Но по данным, тогда тоже определялись квоты. По имеющимся данным, в тот период до 40% квот, которая выделялась на Казахстан, она не использовалась. В этой связи, в связи с тем, что не было спроса, когда предыдущая программа «Индустриальных стажировок», она была прекращена, и была внедрена новая система трудовых разрешений, о которой мы говорим. В связи с тем, что предыдущие квоты Казахстана не были использованы, я думаю, возможно, по этим причинам Казахстан и не стал подписывать новое соглашение. Но из-за того, что правительство Казахстана не присоединилось к корейской системе трудовых разрешений, в 2014 году было подписано соглашение о безвизовом режиме. Им воспользовались тысячи туристов, спасены тысячи пациентов, которым нужна была экстренная медицинская помощь в Южной Корее. Соглашение о взаимной отмене визовых требований Республика Корея подписала только с двумя государствами СНГ, Казахстаном и Россией. Отчасти это произошло потому, что из этих двух стран на корейской территории практически не было нелегальных мигрантов. По этим соглашениям в страну в течение одного года могут заехать 50-55 тысяч иностранных рабочих из всех 16 стран. То есть, если посмотреть в среднем на каждую страну, приходится по 3-3,5 тысячи человек. Также возникает проблема в том, что по окончанию контракта, который подписывается с гражданами на год, на два, значительная часть людей опять же пытается остаться здесь, но уже на нелегальной основе, чтобы продолжить свою работу здесь. Если посмотреть статистику всех нелегальных работников, которые здесь находятся, то складывается такая картина, что наибольшее количество нелегалов приходится как раз на те страны, с которыми подписаны вот эти соглашения по системе трудовых разрешений. Новых соглашений в рамках программы трудовых разрешений правительство Кореи не подписывает уже много лет. В 2019 году между казахстанским и корейскими министерствами проходили переговоры о привлечении наших граждан на сезонные работы на срок до трех месяцев. В основном это труд на полях и рыболовство. Но в провинциях Кореи предпочитают приглашать на такую работу мигрантов из стран Юго-Восточной Азии, так как у них большой опыт в этой сфере. Те, кто ходят работать нелегально, думают, что можно заработать много денег, если поехать в Корею. Однако это не так. Риски намного превышают ожидаемую пользу. Есть много случаев, когда работникам не платят должным образом за труд, используя незаконное пребывание. Также большие проблемы могут быть, если они заболеют или попадут в аварию, если человека арестуют как нелегального иммигранта, его накажут за несоблюдение закона, так он может потерять большую часть своих кровно заработанных денег. Русскоязычный адвокат Ко Минсок несколько лет занимается решением проблем нелегалов. Самая распространенная трудность получения заработанных денег. Работодатели знают, что мигрант, который трудится незаконно, не может пожаловаться на них в государственные органы. К адвокату также часто обращаются казахстанцы с просьбой сделать легальным их нахождение в Корее. Но Ко Минсок не берется за такие дела. Нелегальные иммигранты хотят позвониться на корейцев, чтобы получить легальную визу и легально работать в Корее. Значит, они не любят друг друга, но только получить визу, они и так на корейцев хотят позвониться. И также есть много случаев, что сначала казахстанские иммигранты приели в Корее без визы, и потом многих из них нужно дают заявление на получение статуса визуницев для того, чтобы легально научиться и работать в Корее. Медицинское обслуживание – еще одна проблема казахстанских нелегалов в Корее. Они работают незаконно, поэтому их жизнь и здоровье не застрахованы. Немало нелегалов, которые нарушают не только миграционные правила, но и уголовный кодекс Кореи. Сейчас в этой стране под следствием находятся 35 казахстанцев. Еще 34 человека отбывают наказание в местах лишения свободы. Такое поведение наших соотечественников не только негативно влияет на имидж Казахстана, но и не увеличивает число сторонников свободного въезда казахстанцев в Корею. Корейское общество уже давно превратилось в мультикультурное и глобальное общество, и иностранцы являются одними целенами нашего общества. Но тот, кто легально приехал в Корею, он считается настоящим целеном нашего общества, а нелегальными иммигрантами, не принятыми в нашем обществе. Даже корейская иммиграционная служба Министерства Юниститии серьезно думает о увеличении количества нелегальных иммигрантов, потому что Республика Корея одна из немногих стран, которые имеют наививший уровень антитеррористской безопасности. Но чем больше увеличивается число нелегальных иммигрантов, тем больше повышается террористические риски в Корее. И поэтому Корея предупреждает себя о такой ситуации. В декабре прошлого года казахстанцы, нелегально работающие в Корее, написали петицию президенту страны Мунжи Ину с просьбой разрешить им трудиться на законных основаниях. Однако это обращение так и не дошло до корейского лидера, так как набрало чуть больше одной тысячи подписей. По мнению экспертов, в правительстве Кореи вряд ли пойдут на легализацию труда граждан какой-либо из стран, так как такого же одобрения попросят и нелегалы из других государств. Сейчас в Корейской миграционной службе думают над тем, как остановить поток нелегалов со всего мира, в том числе из стран, с которыми подписано соглашение о безвизовом режиме. Иностранец, который хочет заехать, должен зайти на страницу КЕЙЭТа для получения электронного разрешения и ввести данные по 24 пунктам. Это не составит труда и займет всего 10 минут. После завершения ввода через нашу систему будет проведен автоматический анализ. Данные человека, у которого обнаружится проблема, будут проанализированы системой. Иностранец, у которого не найдется проблем, будет оповещен об этом в течение часа. Лицо, получившее разрешение через КЕЙЭТа, может заехать в Корею. Разрешение действительно в течение двух лет. Из-за коронавируса с апреля 2020 года безвизовый въезд в Корее граждан Казахстана приостановлен и возобновят его нескоро, так как появляются все новые штаммы COVID-19. Но даже после открытия границ казахстанцы должны будут регистрироваться в системе электронного разрешения на поездку. Также будет усилена работа систем предварительной проверки и информации пассажиров. Как система отличит туриста от нелегала в миграционной службе держит в секрете. Но похоже, что попасть в Корею на работу теперь будет гораздо сложнее. Число нелегалов также будет снижаться, так как власти продолжат проверки компаний по добровольному выезду трудовых мигрантов. Редактор субтитров А.Семкин